Всем привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео я поделюсь своими мыслями по поводу того, какой будет следующий Xbox. Все мы знаем, что новое поколение консолей уже активно готовится и что уже в ближайшее время, а именно где-то через полгода или год, нам уже сделают первый анонс и расскажут, что нам предстоит ждать. Пока в сети мало информации о новых консолях, известно лишь то, что их будет две версии, слабые и помощнее, и возможно, что одна из версий будет без привода. И в принципе всё. В этом видео я хотел бы выделить свою теорию о том, какой будет новый Xbox, с какими функциями обладать и в чём будет его ключевая особенность. Всё, что будет сказано, это лишь моё видение, моё предположение, поэтому как факт воспринимать точно не стоит. Всё, что я скажу, это лишь логические выводы и мечты со всех слухов и известных нам новостей. Да, они могут быть невероятно бредовыми и максимально сказочными, но вдруг что-то будет наяву. Давайте начнём. Не сложно догадаться, что новые консоли будут, естественно, мощнее нынешних, и самым малым порогом для новых консолей должны быть 4К и 60 фпс. Ну и, конечно же, и больше. Думаю, что такой порог действительно будет, но некоторые игры продолжат идти в 30 кадров в секунду, ибо это кинематографично. Хоть это и тупо, но уверен, что так будет. Взамен на это, думаю, будут выкручивать настройки графики на максимум настолько, насколько это возможно. Что касается игр, то думаю, что все игры от Xbox One, а также игры по обратной совместимости, также будут доступны на новом поколении консолей. Это прям можете скринить, так как часто всплывают слухи о том, что некая технология под названием Gamescore даёт возможность разработчикам одновременно создавать игры для ПК и приставок Xbox. А самое главное то, что данная технология позволит объединить это и будущее поколение консолей. Поэтому обратная совместимость точно будет, прям можете скринить. Кстати, о играх, которые должны будут быть на новых поколениях консолей. Даже предположить не могу, что будет с некоторыми играми по типу Радуги, Эдзем и Дивизии. Радугу обещали поддерживать ещё 10 лет. Прогресс Эдзем можно будет перенести на новое поколение консолей, но выпускать Дивизию вторую под закат консолей восьмого поколения слишком неразумно. Поэтому игры либо можно будет без проблем запустить на новых консолях, какой-нибудь улучшенной графикой, либо же полноценно по обратной совместимости, либо нас ждёт какие-то обновлённые версии, что маловероятно. Поэтому, что касаемо игр, мне очень интересно, каким образом они дадут им жизнь в новом поколении. Также мне очень кажется, что нынешние консоли проживут довольно много времени, и при помощи них мы всё ещё сможем поиграть в новые игры. Большая вероятность, что Xbox One Fat и ES версии должны уйти на покой. Всё-таки они слабенькие. Но вот X-версия, думаю, ещё поживёт. Возможно, даже и Fat не сразу потеряет смысл, так как есть облачные сервера, и возможно такое, что на ней мы всё-таки увидим новые игры, но с минимальными настройками графики. Почему я думаю, что X-версия сможет запускать новые игры? Она довольно мощная для нынешних поколений консолей, её потенциал используется не на всю мощь, и сам Фил говорил, что он уже не хочет больше делить консоли на поколения. Да, это можно понимать разными смыслами, что всегда будет обратная совместимость, что новых поколений консолей больше не будет, то возможен апгрейд, и что нынешнее поколение может перетечь в новое, что в принципе логично и, думаю, возможно. Особенно с облачными технологиями, которые готовит Microsoft. Да, возможно, что и ES-версия, и Fat будут воспроизводить новые игры, используя облачные технологии или же потоковую передачу. Но ведь не просто так же делают этот xCloud, и вряд ли он умрёт сразу же после восьмого поколения консолей. Скорее всего, он даст возможность пожить с старым консоли ещё какое-то время. В случае x-версии, я думаю, что она будет тянуть всё без облаков, и возможно, что станет третьей версией консоли нового поколения. Ну, то есть, тупо перетечёт. Да, это безумно, но мало ли. Ещё один аргумент к тому, что это возможно произойдёт, кроется в том, что невероятного скачка графики уже не будет. И какого-то мега-прорыва ждать не стоит, и той мощности, которая сейчас в x-версии, думаю, должно хватить. И если это действительно так будет, то надеемся, что мы больше не увидим бессмысленных переизданий. Если же так будет, то какой тогда вообще смысл в новых консолях помимо графики? Ведь игры будут одни и те же. На этот счёт, мне кажется, что к новым консолям ваше внимание привлекут за счёт, да, графики, 4К, 60 фпс и более, при помощи новых геймпадов. Да, опять же, в новых консолях должны быть новые геймпады. Опять же, спасибо, Cap. Но думаю, что ключевой особенностью его будет именно сменной кнопки. Ранее сливали части элитного геймпада второй версии, некие патенты, и думаю, что данный геймпад является как раз-таки базовым геймпадом новых консолей, а не второй версии элитного, который, скорее всего, будет матовый, и который можно будет полностью настроить под себя при помощи съёмных кнопок и режима переключения конфигурации. Думаю, что при таком исходе они решат проблему с поломкой той или иной кнопки, то есть, если вдруг у вас сломается бампер, то вы просто сможете его купить и самостоятельно его вставить. Плюс это разнообразит вид вашего геймпада. И, кстати, предполагаю, что вид геймпада изменится не сильно, так как геймпад от Xbox One один из удобнейших геймпадов, и что в нём можно поменять, я даже не представляю. Ну, если только дополнительные кнопки, как у элит-контроллера. Также смысл в новой консоли появится как раз-таки из-за VR-шлема. Тут, думаю, что не просто так они убрали поддержку виртуальной реальности у X-версии с официального сайта. Мы знаем, что майки любят технологии и любят шагать вперёд, и, думаю, можно предположить, что нас ждёт новая камера, которая будет считывать движение. Думаю, что уж третий раз они, ну, точно не встанут на грабли и сделают либо простенькую и дешёвую камеру в комплекте, либо же невероятно крутую, но отдельно, чтобы ценник комплекта не пугал. Всё-таки в Just Dance играть на чём-то надо будет. И, скорее всего, игроков будут привлекать новые технологии, которые были запатентованы. Да, это некое устройство, которое будет позволять ощущать виртуальные объекты. Я знаю, что я слишком дохера размечтался, но если же VR скрестит с Кинектом и с этими перчатками, пойдёт реальный Next Gen, который по-любому привлечёт новых игроков и даст нам новый experience. Я не знаю, как вы, но я бы точно купил это устройство. По-любому можно будет его анимешек сиськи трогать. Помимо этого, если вспомнить, что Microsoft не особо много получает с продажи консолей, а именно с продажи железяк, можно сделать вывод, что такие подписки, как Xbox Live Glot и Xbox Game Pass также сохранятся. И что мы получаем в итоге? Консоль с обратной совместимостью, которая будет выдавать 4К и 60 FPS, с новым геймпадом, с новой камерой захвата движения, которая будет, скорее всего, поддерживать виртуальную реальность, а также, возможно, что ещё и осязаемую виртуальную реальность. И да, эксклюзивов можно и не ждать. Скорее всего, все новые франшизы также будут доступны и на ПК, ибо Microsoft не меняет свою стратегию и хочет сделать так, чтобы в игры от Xbox играли все. Но это немножко благородно. Лично меня устраивает этот вариант, так как я сохраню старое поколение консолей, перейду в новое с улучшенной графикой, буду без проблем запускать новые игры и надеюсь, что всё-таки будет виртуальная реальность и новые кины. Но уж больно мне нравятся эти технологии. И честно, без них я не особо вижу тогда смысла в новом поколении, ибо большого скачка графики всё-таки не будет. Опять же, это всё мечты, мои личные предположения, и как будет на самом деле, никто не знает. Возможно, будет ещё лучше, а возможно и хуже. На E3 будет виднее. Обязательно напишите свои предположения, свои мысли о новом поколении Xbox. Интересно всё-таки услышать и ваше мнение на этот счёт. Если вам понравилось видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе следующих. И на сегодня у меня всё. Большое спасибо за просмотр, до новых встреч.